Все говорят, что у нас инфляционные процессы это 6,5 в год. Примерно год назад, или может быть чуть больше, открылась метра. Я там покупал рыбку семгу по цене 178 рублей за килограмм. Сегодня и сейчас данная рыбка стоит 500 рублей. Так нормально, да? 6 процентов. Всего ничего-то. Только я не понимаю, в 6 или в 60 процентов? Вообще, темы-то и нет. Естественно, все смотрят телевидение, в том числе и люди, которые также организуют дивные кредитные кооперативы. И видят, что я показываю действие кредитного кооператива Гранд Капитал Кредит, который располагается здесь, на Труда 21. И все думают, что в легком количестве, заплатив бешеные денежки, вы себе позволите огромный ассортимент людев. Нет, такого не будет. Поверьте мне. Если кто-то там пишет, что 33, а может быть 45 процентов, то это все бредятина, естественным образом. Вы еще попробуйте этих людей вытащить. Хотя, тут недавно сказали, что у нас есть банк такой дивный. Короче, это не бывает. Сбербанк. Вот. Так вот он сказал, что проценты по вкладам у вас не 8 процентов, а 4. Потому как дивные сберкассы, в смысле Сбербанк и все остальные, финансируют нашу дивную Олимпиаду. Нормально тогда случилось. То есть, понимаете, что здесь, допустим, вам платят 23 процента годовых и работают, а точно. А там 8, а может быть 4. То есть, ну, надо подумать, да, кому денежки отдать. Тем более, что сейчас еще такие нововведения есть, что, типа, зачем страховать вклады-то? Их и не надо страховать. А банки и рушатся, и валятся. И вообще, слово банки, что это такое? Я вам в прошлой передаче показал, что такое банки в Багнитогорске. Они теряются и рушатся. Я вообще не понимаю, вам что, в голову впили, что ли, что банки это что-то крутое? Да нет, не нужно. Я вам сейчас объясняю. Здесь вот, вот вам уже продемонстрировано от 23 процентов до 26. Это делается для тех, кто может себе позволить сумму и до миллиона рублей. Представляете, да? 26 процентов, миллион рублей. То есть, понимая о том, что цены у нас не сильно большие, то недвижимость, в принципе, можно купить, положив эти самые денежки. На 3-4 года. Быстрее ничего не получится и счастья у вас не будет. Поэтому, прежде чем куда вложить денежки, вы подумайте, куда правильно их положить. То. Да не дают никому успехи кредитного кооператива, Гранд Капитал Кредит возможностей так пропиарится. Но кто-то может попробовать. Но возможности у них как-то слабоваты. И пользуются они газетенками. И газеты эти, по-моему, только для селедки. Да потому что ни мозгов, ничего там нет, кроме как бумаги. А бумага все стерпит. А вот нормальное телевидение не стерпит ни того, кто не понимает, что кооператив Магнитогорский должен работать на город. Как это делает Гранд Капитал Кредит. А вот для того, чтобы вам объяснить, как действуют кредитные кооперативы. Сейчас объясню. Этот кредитный кооператив, Гранд Капитал Кредит, вам делает все правильно. То есть вы получаете процентную ставку от 23% до 26%. Но в городе Магнитогорске есть другие люди, которые вам говорят, что вы можете заработать больше. И для этого они используют что? Они используют дешевые газетеночки. Представляете, да? В газетенке там лепануло про 33%. И что, вы туда пойдете? Сейчас объясню ситуацию. И тот, и другой кредитный кооператив, в принципе, очевидны. Два человека решили, во-первых, заработать себе деньги. Это нормальное явление. Только кредитный кооператив, Гранд Капитал Кредит, позволяет вам заработать деньги в большем количестве. А вот другой человек, который вам пишет там 33% годовых, я не понимаю, как он эти деньги заработает. Потому что здесь, в принципе, нормально все. Руководство, служба безопасности. Причем, как бы служба безопасности, для чего она создана? Для того, чтобы этот кредитный кооператив, он еще и денежки выдает вам. А другие-то что делают? Другие берут ваши денежки, забирают их к себе. И, возможно, в некотором количестве они с вами и поделятся. То есть, 33%. И будет это до той поры, пока вы в большом количестве деньги туда не принесете. А потом, естественно, все это исчезает. И все это очень похоже на пирамидку. Я как-то работал с такими пирамидками. Но кредитный кооператив, Гранд Капитал Кредит, который располагается здесь, на улице Труда 21, он немножко по-другому действует. Он работает уже три года. Здесь рады любому человеку, который сюда приходит. Здесь даже подарки для каждого. Представляете, я сюда заходил, мы общались. И при мне люди получили настоящие подарки. То есть, здесь понимают и работают для вас, дорогие мои магнитогорцы. Естественным образом, дают вам и денежки эти. Естественным образом, общаются с вами и хотят, чтобы вас было больше. Потому что, если бы это были не вы, то кто бы вообще работал. А в городе Магнитогорске денег много у людей. Потому как я посмотрел недавно на Новый год и увидел, что люди тратят деньги. То есть, при мне было минимум 8 залпов из орудий, которые работают. И ценовая категория начинается с 1800 рублей. С 18 тысяч рублей, представляете, да? 8 залпов. То есть, с деньгами у нас все в порядке. И, наверное, нет у нас кризиса. Потому что тот город, который уже достаточно давно в кризисе, к этому уже относится так. И это правильно, и это понимают все. И поэтому количество банков в городе – это не просто много, как и количество тех, кто хочет на вас заработать. При этом, в 95% случаев это не Магнитогорск. При этом, сливают они и вас кинут. При этом, только тот, кто работает для вас, объясняет вас, на чем заработает. И просто понимает вас. Но вот это-то кто, а? Подумайте, время и средства у вас есть. А подумав, поймите, что кроме кредитного кооператива, Гранд Капитал Кредит, работать-то не с кем. Я вот вспомнил про банки. Знаете, сколько этих банков-то было? Сейчас расскажу. Мы делали материалы за мою практику, в смысле, как работник Челябинской гос.лежадекомпании, банков, наверное, 20. Понимаете? И банков-то этих-то и не осталось. Даже Кредит Уралбанк, он какой-то странный стал. Это Газпром-банк. А все остальные, все остальные, естественно, исчезали. Мало того, я лично делал материалы где-то примерно пяти банкам. Их тоже нет. Как-то вот так случилось. А потребительские кооперативы, они работают. Потребительские кооперативы в Магнитогорске, они созданы для того, чтобы вы получали прибыль. И гранд-капитал-кредит, что располагается здесь, на Труда-21, позволяет все-таки получить сумму от 23% годовых до 26%. И еще, если, допустим, это все-таки человек, который не в состоянии сюда приехать, за ним машину даже отправят. То есть, понятно, да? Вас сюда приглашают, потому что это, естественно, Магнитогорский кооператив. А все остальные там, ну, подумайте, если это Челябинск, если это Екатеринбург, если это Москва, ух, блин. А есть еще там другие там республики. Вам стоит туда денежки вкладывать? Они сюда пришли, они с вас денежки возьмут и, наверное, рухнут, потому как, вы знаете, слово пирамидка, она клевая такая. Когда пирамидка обеспечивается каким-то человеком из государства, почему бы и нет? То есть, если этот кооператив, который вот здесь вот и вот здесь вот и показывает вам свою работу в течение трех лет, а еще и валиться-то и не собирается, то есть все так-то, в принципе, нормально, то почему бы не отнести свои денежки сюда?